итак привет дорогие друзья если вы построили забор и не знаете чем его отделать какие отливы сделать сверху или крышки парапеты сверху забора то это видео как раз для вас всем привет я сегодня на нашем объекте на котором мы изготавливаем отливы на забор либо парапет здесь его в принципе достаточно вот видите здесь тоже очень много парапетов верхняя там мембранная крыша плоская тоже по кругу надо парапет сделать здесь вот балконы работы достаточно в принципе для успешной работы на отливах пригодится листогиб любую в принципе у нас тапка сейчас ребята догонят я вам покажу готовую деталь и капельничек это частый капельничек так ну вот это стартовая в принципе ведь и укладывается на край забора получается это у нас боковая часть и крепится крепится будет сверху это вам покажу получается здесь отсюда нет креплений просто мы стыки между собой заклепочкой соединяем подкрашиваем и потом верхняя крышка как бы обжимается вот за эту кромку в принципе и с другой стороны такая же стартовая и просто крышка ложится сверху и она обжимается и вот есть деталь такая это внутренняя рейка в принципе она ставится вот таким образом тоже крепится обжимается здесь и здесь у нас и либо тогда вот а следующую если там вот и вот такую форму имеет как бы вот такие заготовки то есть четыре детали раз крышка рейка стартовая 1 и стартовая 2 вот как бы в сборе вот такой парапет либо отливы можно собирать в разных вариациях вот это способ соединения это внутренняя рейка вот заказчику понравился именно такой способ можно сделать соединение в виде замка фальцевого с мысиками можно сделать с внешней рейкой и так далее есть еще вариант мы как бы избрали уклон в одну сторону сделать уклон стяжку в одну сторону можно сделать домиком от центра забора скажем стяжкой в одну сторону и в другую тогда уже будет гнуть еще посередине и в принципе также две стартовые в основе две стартовые и просто будет крышка немножко от центра домиком и также обжиматься в этом месте такие варианты вот в принципе в принципе и никаких саморезов дюпель гвоздей нет сверху крышки все обжимается как бы в этом месте пойдем как раз теорию закрепим на практике там ребята у нас монтирует здесь у нас ребята занимается заготовкой вот забор дело движется спустя то тот момент который заказчик утвердил образец вот становится понятно и мы как бы ставим это на поток так вот видите поднялся я на леса стою здесь ребята потом от губкой протирают уже когда закончили потому что ну пыль здесь и так далее сверление по бетону вот так выглядит это внутренняя рейка единственное соединение вот заклепка который мы подкрашиваем это стартовый между собой каждые два метра 220 соединяется заклепка а так в принципе все довольно таки она пружинится ведь и не хлипает не стучит всего лишь здесь на дюпель гвоздях держится внутри сейчас я вам покажу вот как раз без 2 стартовые одна стартовая и 2 значит видите на дюпель гвозди с одной стороны мы подкладывали волокнистый кнауф водостойкий вот видите если вот сейчас он может вот эту внутреннюю рейку есть определенная пустота все это будем мы заполнять клей пеной сейчас это все вы увидите все в принципе сделано на этой стороне также здесь можно ходить ребята ходили по нему эти заполнилось здесь вот как обычно пустое ведро вон уж постучишь гремит есть такой эффекта нет уклон задан в эту сторону заказчик как и просил и интервал выдержан по 60 сантиметров внутренняя рейка употребляем мы клей пена именно пена клей вот универсальная не монтажная пена потому что монтажная пена она как бы больше у нее она расширяется не требуется грунтовка отсутствует вторичное расширение видите первичное схватывание вот она что делает заполняешь все эти пазы когда прямым прижимаешь крышку тонколистого металла ну я не знаю где то ли дерево то ли там можно гранита то как бы пеноклей и растекается заполняет пустоты и вторичного расширения у нее нет вот как она приняла форму она больше не расширяется вот то что видите здесь естественно поверхность надо удалить пыль подмести да и вот прям вот так вот заполняем казалось бы можно и стяжка это все делать еще плюс время потом стяжка вы знаете но нет гарантии что сантиметровый слой стяжка на бетоне что он схватится честно говоря сам видео потом начинаешь когда работать там или молотком после она вся крошится взлетает и как будто и не правильно вот дорогие друзья поднялся я на крышу покажу вам уже готовые изделия здесь у нас их видите много такие получается но здесь уже уклон воды вовнутрь здесь делаем и из фанеры здесь фанера гидроизоляция мембрану мы вообще не трогали здесь пошли мембрана вот это эти пвх обернута полностью и с этой стороны алюминиевая планка мы эту алюминиевую планку не трогали и решено было сверху мы ставили фанеру прикрепляли фанеру и значит влагостойку фсв и оборачивали гидроизоляции уже все крепеж у нас идет за фанеру вот здесь отличается на доме составили фанеру на заборе заборе все не так все это мы сделали на клей пену вот посмотрите на этом доме сколько ярусов 1 2 3 этаж забор там забор по низу по верху здесь объем приличный вот так мы делаем эту крышку ставим первую все как бы руками разгоняет он вот эти уже не бухтит ничего так подожди вот после того как мы крышку установили видите она согнута в трех частях вот и можно покажу владик вот мы используем этот демпфер либо подложку там можно часть гидроизоляции сгибает чтобы щипцами ну не царапать дополнительно металл по что металла матовый оставляет царапину на всякий случай у нас есть и краска корректор если что-то где-то царапина потом ребята вот протирает он как новый вот просто теперь крышка отлива она за эти стартовые обгибается и и зажимается жестко полиуретановой кианочкой сейчас входим и карнизная рамка догибаем карнизная рамка она широкая позволяет как бы регулировать усилия чтобы вот эта кромка была как будешь как будто на станке согнута ручной инструмент все равно щипцы как-то стал просто оставляют волнистость как раз мы здесь такой выступ на этом заборе скачет вот по 10 сантиметров видите ступеньки у забора идут по 10 сантиметров не знаю за счет рельефа здесь тоже где-то 20 где-то 5 так подожди ты уже вторую до примере вот мы эту рейку внутренняя рейка вот мы так регулируем вот таким макаром шаг мы определили 60 сантиметров и внутренняя рейка и вот так дальше мы двигаемся закрепляем внутреннюю рейку наносим пеноклей и клеем наносим на поверхность и важно еще раз повторю прикрепить стартовые здесь в данном случае мы 12 миллиметров задали волокнистым кнауфом водостойким приподняли край давай и наносим все по схеме и так далее и делаем забор до бесконечности и так дорогие друзья надеюсь это видео полезно для вас информативным если не трудно поставьте лайк обязательно поделитесь видео с кем-то кому интересует этот вопрос с вами был кров монтаж я мороз алексей всем пока удачи